Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и я рад вас всех приветствовать в этом видео. Сегодня мы с вами будем делать обзорчик на книгу. Это книга Дэниэля Мэдисона, которая называется «How to cheat at cards», то есть как шульмовать, грубо говоря, в карты. «The New Bible of Deception», то есть новая библия обмана. Прежде чем мы перейдем к обзору, я хочу отдельно поблагодарить группу Gamblers Pro. В частности, Антона Уласевича за то, что подогнал нам эту книгу на наше судно для обзорчика. Ссылочка на группу Gamblers Pro будет в описании, друзья. Если кто не вступил, вступайте. Итак, книжечка такая вот она, небольшая, тоненькая, но информации здесь много. По факту, она по толщине, наверное, такая же, как и книжка «Эксперт за карточным столом», легендарная шулерская библия. Но, как говорит Мэдисон, это уже новая библия шулерства. Давайте откроем. Во-первых, здесь у нас есть оглавление. То есть здесь расписаны все приемы, которые Мэдисон описал в данной книге. То есть сначала идет вступление, потом, как вы видите, «The Madison Grip» для дилерства, для сдачи. И пошли тут «Fair Dealing», нижняя сдача, греческая сдача, сдача вторых, сдача с центра, что там у нас «Shuffling the deck and the hand», ну это, короче, тасовка карт в руках, и прочие, 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 прочие приемчики, которые Мэдисон описал в данной книге. И не просто описал, но еще и сделал фоточки, которые помогут вам разобраться. В начале книги идет вступление, как он пишет, что эта книжка была последствием моего решения оставить деятельность в сфере магии в девятом году, бла-бла-бла. Короче, я фокусы хоть и показывал, но никогда себя фокусником не считал. Ну, в общем, человек любил именно шулерство и шульмовал порой просто ради, скажем так, из спортивного интереса. То есть вот для таких вот вещей. Не обязательно для игры, не для того, чтобы обязательно выиграть бабки, а просто как бы из спортивного интереса. Ну, почитайте, здесь вступление небольшое. Мэдисон здесь пишет. И потом пошли вот такие вот сами статейки у нас. То есть вот он рассказывает о своих... Ну, о том, как нужно брать колоду, да. Какие-то вот у нас приводят еще истории. О том, как Дайверн рассказывал историю о том, как Чарли Миллер однажды раздал камерты семерым игрокам, исполняя одну и ту же иллюзионную технику три раза. Могли они увидеть это, спросил он Вернона, да. Ну, никто и даже и не заметил. Ну, то есть вот такие вот какие-то прикольные истории из шулерской такой жизни. Из жизни тех людей, которые владели картами, да. Да, Вернон профессор, как вы знаете, хорошо владел картами. Так же, как и мой любимец Эдвард Марло. Вот. То есть вот эти всякие тут прикольные такие воспоминания он какие-то описывает. Ну, и, соответственно, обучает, как что правильно делать. То есть, как вы видите, здесь есть такие вот рисуночки. То есть он их, каждая глава почти что добавлена каким-то рисунком. То есть он все здесь показывает, рассказывает. Вот сдача с центра, кстати, представляет особый интерес. Так как данную технику я даже не пробовал осваивать, если честно. А вот bottom deal сдача. Вот сдача нижних, кстати, у меня есть в моем втором курсе по шулерску. Да, если кто-то не знает, можете посмотреть. Мэдисон обучает по-своему. Моя сдача нижних – это нечто среднее между медисоновским способом и способом Эдам Арла. Так что, кому интересно, можете посмотреть в моем курсе по шулерску. Так, ну, далее здесь у нас идут все главы, собственно, которые у нас заглавлены в начале. Как вы видите, пороговая тасовка здесь рассказана. Hindu shuffle тасование по-индийски тоже здесь он показывает. Хотя при играх, как правило, такую мы не применяли. Но не знаю, может у кого-то и принято. Ну и всякие-всякие-всякие тут обучающие. То есть strip out shuffle, gambler's cut, игровое снятие. Много, короче, прикольных штучек, я так почитал. Я всю книгу еще пока что не прочел, но очень много прикольных штук. Что порадовало, это вот эти вот такие маленькие хитрости, которые, кстати, очень хорошо помогают в игре. Такие вот, как, например, загиб карт, там, маркировка на ходу или там где-нибудь по быренькому. Видите, там гвоздем взял, просто провел, сразу сделал меточку себе. То есть, видите, здесь всякие схемы, все указано. Система крапа карт, то есть, если у вас рубашка такая, такая, вот видите, рубашка для кота лихо дана, для circle back, bicycle, лиги back. То есть, рубашки некоторых колод здесь прорисованы и подписаны, как конкретно их крапить. Собственно, вот такие вот вещи описал Дэниэль Мэдисон в новой книге, в новой, так сказать, Библии Шулера. То есть, он показывает вам, как даже коробку разрезать, чтобы что-то сделать. Но до этого места я еще, кстати, не дочитал. То есть, вот такие вот приемы вы узнаете из данной книги. Вообще, Мэдисон, конечно, молодец, кто бы его любил или не любил, но, собственно, он многое привнес в индустрию карт и, собственно, заслуживает того, чтобы его книги покупали. Это сугубо мое мнение. Вот такая вот книга, друзья. Ссылку на покупку данной книги, конечно же, я оставлю в описании к этому видео. Всем тем, кто интересуется и увлекается шулерством, я, конечно же, рекомендую данную книгу к прочтению. Она существенно пополнит ваш багаж знаний. Ну, а на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк, и дохранят вас боги моря и небес. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok